Выговор, депримирование и конкурс на выбор нового директора Выборгского замка. Таков результат осмотра памятника федерального значения временно исполняющим обязанности губернатора Ленинградской области Александром Дрозденко. Несколько месяцев прошло с тех пор, как обрушилась часть южной стены главного корпуса и участок каменной кладки. А вот, как говорится, и ныне там. Я давал указания Комитету по культуре, Департаменту по охране памятников, по крайней мере, те обрушения, которые не требуют больших исследований, которые не являются основными, как, например, основная стена замка, а обваловка, чтобы привели в порядок. Я сегодня пришел и убедился, что это не такая сложная работа, ее спокойно можно было бы сделать. А источник финансирования мной был определен еще два месяца назад. Это резервный фонд губернатора. Действительно, из резервного фонда, когда возникает аварийная ситуация, можно тратить деньги. Но, к сожалению, этого не произошло, поэтому я вынужден был сегодня принять несколько решений. Первое, Ермакова, который возглавляет Департамент по охране памятников и является заместителем Каноненко, объявлен будет выговор, он будет лишен за квартал примирования, достаточно серьезное наказание. Я окончательно принял решение и утвердился в том, что здесь будет новый директор, мы объявим конкурс на нового директора. Возможно, и постараемся уже сейчас, на переходный период поставить исполняющие обязанности. И третье, объявлено замечание представителей комитета. На ответ, почему не воспользовались средствами из резервного фонда губернатора, представители комитета только разводят руками. Может быть, чиновничая нерасторопность. Нами разработана методика проведения работ по устранению аварийной ситуации. И проведена государственная историко-культурная экспертиза. Все эти документы отправлены в Минкульт на согласование. До той поры, пока мы не получим согласование Минкульта, естественно, мы никаких работ проводить не будем. Конкурс проведут 23 июня. На необходимый ремонт из областной казны выделено 18 миллионов рублей.